добрый день вы на канале модные практики добрый день сегодня мы собрались со светлана александровна и приготовили для вас интересное видео сегодня мы хотим поделиться с вами вашими же шикарными и прекрасными работами не очень давно у нас в telegram была активность у нас есть telegram канал подписывайтесь там интересная у нас публикации активности одна из активностей была что мы попросили вас прислать свои работы которые вышли благодаря нашим видео урокам на модных практиках на youtube и благодаря нашим видео курсом и мы получили огромную обратную связь это больше чем 500 комментариев сегодня мы попробуем не знаю осветить ну кого-то мы может быть отдельно отметим кого-то мы не сможем физически отметить отдельно но мы просто удивлены сколько интересных и прекрасных работ прислали разного уровня и мы понимаем что для кого-то там юбочка было да просто юбочка мы думаем что может быть это даже первая юбочка а кто-то уже открыл ателье и целых пять лет работает по системе 10 мерок да вообще это было очень трогать и трогательно для нас мы смотрели всем ателье и наташа и маргарита всем было очень интересно и как-то так вспомнились свои чувства когда мы стояли на начале своего такого творческого пути и конечно же все это так как-то в памяти спло много разных всплыло моментов истории всяких разных которые можно рассказать с вами поделиться может быть вы потом поделитесь но конечно каждый каждое изделие мы пересматривали и прям уж ну вот лично у меня прям аж когда у меня вот я прониклась и такие чувства у меня были теплые теплые конечно хотелось каждого-каждого вот эта юбочка висела там на вешалке да покажем некоторые некоторых отметим отдельно и на самом деле это видео должно было выйти уже две недели назад меня просят к нему подготовиться я начинаю смотреть я не могу никого отдельно выбрать мне говорю давайте всех огласим мне говорят что если ты будешь описывать каждую фотографию даже по одной минуте это мы тут будем сидеть много часов подряд в студии выйдет огромное видео но мы будем повторять такие видео для того чтобы мотивировать друг друга хвастаться когда я говорю может быть это на своем видео минута славы на модных практиках но может быть и так мы может быть да вы придумаете как-то назвать это эту рубрику рубрика да рубрика да такая будет рубрика периодически где мы будем хвастаться вашими же работами и на самом деле это все нас тоже очень вдохновляет. Да, нас очень вдохновляет, потому что ну правда приятно, и прям так вот я смотрела, думаю, ну надо же, какие молодцы женщины, какие молодцы там и молодежь, и взрослые женщины, и маленькие стоят детишки, которых видимо, ну как бы бабушки или мамы обшивают, или тети обшивают, но это правда приятно, вот просто без преувеличений, правда это очень приятно, как бы мы все вот здесь. И домашние, и зимние, и пуховики, и костюмы, и кардиганы, и свадебные платья, и юбки, мне кажется, прислали весь ассортимент всевозможных. Да, и Оля сидела, говорит, ну как вот, как вот, и это хочется, и это, ну как мы всех отметим, ну как вот, хочется конечно всех пофамильно, но наверное все равно в телеграм-канале мы смотрим. Да, можно прийти в телеграм-канал, посмотреть и все работы, лайкнуть, похвалить друг друга. Да, похвалить, поддержать, воодушевить, взбодрить. Так и набираете в телеграм модные практики, и выйдет наш телеграм-канал, но мы прикрепим ссылку под этим видео, поэтому подписывайтесь и ведите очень активную жизнь вместе с нами, швейную активную жизнь. Да, и не стесняйтесь, пожалуйста, почему, потому что, ну правда, знаете, у каждого начало, как бы этой деятельности было по-разному, но я могу, например, поделиться тем, что я, моя деятельность началась швейная, когда мне было шесть лет, в детский сад ходила, и тогда, в то время были такие, ну вот Оля, наверное, не помнит, и молодежь не помнит, а кто постарше женщины, наверное, помнит, такие были маленькие куколки, они назывались пупсиками, но они были настолько редкими, мы жили в маленьком городе, и на этого пупсика мы обшивали, вот, ну так, группой девочек. Я жила в одном селе, а приезжала к своей подружке в другое село, я вот за неделю шила на этого пупсика, а потом на выходные, на субботу-воскресенье приезжала к бабушке и давала своей подружке одежду, вот так. Какая милая и трогательная история. И еще, прежде чем мы приступим к просмотру ваших прекрасных работ, хотела добавить, что больше всего нас порадовало, какое количество женщин красиво, приятно одеты, благодаря модным практикам. Да, даже у нас только одежды нету, вам скажу по секрету. Светлана Александровна с Наташей, но ведь могут же люди взять вот так и пошить, не то, что некоторые, но могут же, но вот молодцы же. Да, ну, наверное, давай приступим. Приступаем, да. Чтобы хотелось отметить, хотелось, конечно, отметить прям всех по именам. Всех хочется отметить, но если что, будем просить оператора уже делать так, говорить слово стоп какое-нибудь придумать, потому что все это еще нужно смонтировать. Но если вы в этом выпуске не попали, не расстраивайтесь, может быть, вы попадете в следующем, в одном из следующих выпусков. Не может быть, я точно попаду. Да. Ну, в конце концов, хочется еще поговорить, так давно не встречались с вами, но в любом случае, каждый, кто участвовал, кто шил, у него приз – это красиво пошитое изделие своими руками и очень здорово. Первое, кого мы хотим отметить, мы прям, чтоб никого не обижать, в порядке живой очереди, перешли к первым комментариям и пойдем до последних. Кого-то будем называть, кого-то будем обнимать, не знаю. Предлагаю приступить к просмотру работ. Ну, мы начнем вот с первой, с первого сообщения, да. Здесь у нас Татьяна Харина, Санкт-Петербург, прислала несколько изделий, которые она пошила и, конечно же, с моей любимой вышивкой. Я вышивку очень люблю, здесь вот есть такие, немножко не видно, но, по-моему, это одуванчики, да, на первом изделии, на втором изделии такие стилизованные мотивы и вот здесь на последнем такие журавли летят. Это тоже очень красиво на руке, даже на руке, вот на рукаве. Дальше у нас Зыкова Мария, Санкт-Петербург, тоже очень прекрасные фотографии. Видим тренч наш, сшитый по курсу, вот он тренч идет. Костюм Шанель, тоже великолепный. Идем дальше. Санкт-Петербург, Зыкова Мария. Дальше у нас тоже прекрасные изделия. Андрианов Сергей. Мужчин нужно беречь, их не так много в швейном мире. Поддерживать, тоже прекрасные работы. Спасибо, что участвуете в активах и присылаете. Можно будет более подробно потом ознакомиться тоже в телеграм-канале, если кому-то интересно, какие-нибудь идейки взять. Но тут прекрасная фотосессия тоже. Льняной костюм или льняной комбинезон, что-то такое красиво очень. Асимметричное платье или тоже костюм с одним рукавом. Это Ярославль. Дальше у нас Светлана Новаторова идет. Ну, короче, я начала перечислять всех. Прекрасная Оксана Иванова, прекрасные. Да, вот тоже костюмчики такие. Хочется, конечно, открыть каждое изделие, посмотреть отдельно, но все идеально сидит. На многих фото мы видим свои ткани, тоже так интересно. Кто-то так интересно тоже комбинирует. Здесь у нас тоже Тарасова Татьяна из Самары, прекрасный топ с таким валаном по краю вдоль проймы. А вот это вот хочу отдельно рассказать тоже. Это прям очень мне понравилось. Муравьева Галина, смотрите. Вот, такое платьюшко. Это прям недавно на модных практиках мама сшили на Дашу. Если кто-то пропустил или не подписано на модные практики, мама, подписывайтесь. Там у нас сейчас Татьяна Ивановна очень много ведет идей разных, детская одежда. Очень понравилась халат взрослый и детский, тоже идея. Прям чудесная. Здесь уже пошли платья бархаты, кардиган из ладена. Вот, смотрите, какая прелесть. Да, прелесть. Она пишет женщина, что очень много таких пошила. Ну, видимо, наверное, своим знакомым, может быть, подругам. А может быть, себе много пошила разных кардиганов. Только не сообщила, кто это, да. Ступакова Виктория пошила джинсы Момс. Я прям рада, что многие шьют джинсовую одежду себе. Я раньше, Света не даст врать, не носила джинсы, практически не любила брюки, а сейчас я так полюбила джинсы. Теперь у меня и платьев много, джинсы разные, джинсовые куртки. Хочу себе джинсовые шорты, джинсовые юбки. Очень удобно и здорово. Елена Вечужанина. Платье, футляр кружевное. Прекрасное, да. Детская одежда и потрясающие игрушки шьет Александра Приднестровье. Приднестровье, Молдавия, да? Вот, смотрите, как здорово. Такие прекрасные игрушки, одежда. Но так как одежду мы уже привыкли видеть, приятно, конечно, на игрушки тоже посмотреть такое творчество. нужно. Это вот такой интересный дизайнерский взгляд на Смирнова Екатерина, город Москва. Не просто шьет по нашим курсам и повторяет, а вносит свои такие изюминки в изделия. Да, и показывает, что там очень сложная работа по пришиву кружева в край. Видно, что она прям, ну, довольна собой. Ну, мы тоже очень довольны, да, потому что потрясающие работы. Это вот мои достижения этого года. Любовь, Московская область. Такая интересная тема с платочками у нас идет. Сейчас идем дальше. Здесь, конечно, много комментариев, хлопковая история у Нины Андреевой из Москвы. Платье. 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 Это пусть озвучивает Светлана Александровна. Да, я, конечно, когда увидела, мне было очень приятно, что кто-то пошил такое сложное платье, которое мы шили. Ирина Шарапова пошила. Ирина Шарапова, да. Очень, очень красиво, очень здорово. И прям оно прям точно. Ничего не изменено. Я была удивлена. Это любимый Зиммерман. Да, мой любимый. Там столько можно, девочки, подчеркнуть. Там столько много. Вот куда не глянешь в Зиммерман, там везде можно, вот в точку глянула, там можно что-то взять и использовать в своем изделии. Город Усть-Элимск, Лихачева, Майя. Ирина Шарапова продолжает. У меня тут много везде. Видно, что дорогое изделие. Оксана, город Владивосток шьет красивое изделие, видимо, и себе, и клиентам, или с друзьям. Прям очень красивые такие тоже платья. Приятные сарафанчики. Вот настолько приятно вообще. Да, вот прям вот все с душой. Кюлоты потрясающие были у нас, мастер-класс. На детский коллектив шьет брюки Карманова Екатерина из город Печора. Вот, смотрите, какие кюлоты. Если кто-то не умеет строить кюлоты, обязательно стройте и на модных практиках, и на обычном канале. Одно из последних видео Ирины Михайловны на модных практиках, это были как раз кюлоты. Жульгина Наталья наша тоже подписчица постоянная. Много тут тоже очень всего красивого. А, вот здесь даже на одной фото девять изделий сразу. Какое-то невероятное шило по мастер-класс зимняя куртка на синтепоне Шанель. Смотрите, как все оригинально, как вот люди заморачиваются с уголочками карманов. Вот прям вот, не знаю, бывает, ну просто очень здорово. А это вот платье, как у меня, серое с цветочками. Это то, что Ирина Михайловна шила по книжке «Тысяча платьев». Здесь вот немножко изменили верх, закрыли, сделали более закрытые, но очень красиво. Вот для тех, кто ворчит, что сильно открытые плечи. И мне сразу хочется просто сказать в защиту своего льняного блейзера, что ну можно же добавить плечи, можно сделать просто здесь валан. То есть можно сетку сделать, да можно все что угодно сделать на самом деле. Результат на лицо. Вот у меня супер голое платье на бретельках, без рук, практически там такой квадратный вырез. Смотрите, человек просто закрывает полностью вырез. Кокеткой, да. Кокеткой в цвет кантов и добавляет рукава. Все. Да ну платье нереально, вот смотрится очень красиво. Прям здорово, что вы не только повторяете, но еще экспериментируете. Мое стеганое пальто. Ну мне кажется, пошить стеганое пальто, это очень сложно. Ну напомню, что благодаря нашим курсам это возможно. Ну мне кажется, я бы не смогла пошить стеганое пальто. Но наверное смогла бы. Оля конечно на самом деле преувеличила, потому что Оля шила такие сложные вещи. Она работала, такую сложную сшила, распошив мех меховую. Мех это мех, но мех что? Мех то я умею. А вот это вот какие-то такие, мне кажется. Ну мы с тобой стегали, помнишь? Для Каролиночки. Кто не видел, как вы стегали, подписывайтесь на водные практики. Мама, там очень веселые видео с мешками. Его очень хорошо посмотрели, мы были удивлены. Столько комментариев. Вы там такие смешные с Олей вообще. Платьишки. Пронина Татьяна из Альметьевска тоже прекрасные наряды прислала. Подрезами. Да, это косуха. Косуха знаменитая. Знаменитая косуха. И у меня так много людей. Вот это вот тоже очень такой какой-то, не знаю, как назвать. Свитшот, блейзер. Такое что-то тоже очень удобное, видно, функциональное. Вот тоже просто потрясающее изделие, сшитое по нашим курсам. Это парка. Ну парка, да, она вот так выглядит, как дакфут. Белье даже прислали по курсам Ольги Дьяченко. Очень здорово. Скоро у нас Ольга Дьяченко будет в гостях. Может что-нибудь вместе замутим. Это прислала Ирина из Уфы. Здесь у нас пальтишки, бушлатень, рубашка. Какое-то невероятно красивое шелковое платье с вышивкой поясом, с драпировкой, с пуговичками. Помните, мы пошили одной невесте платье и ей нужно было перед брачной свадьбой, перед брачной ночью раздеваться. Мы говорим, как вы? Она говорит, мне пришлось найти горничную, чтобы она мне все расстегнула. Но у нее спинка была полностью, ну там прям на мелких-мелких пуговичках, на шелковых петельках. Вот эти комментарии все просто с золотыми ручками. Вот это платье тоже очень красиво повторили. Здесь полоска. Цельнокройный рукав с подкройным бочком. Мои наряды сшитые по урокам. Нина Чегряй, наша дорогая из Санкт-Петербурга. Здорово. Жилетка, юбка, рубашка по урокам. Алена, Ташкент, Узбекистан. Все очень красиво, очень видно, что и технология соблюдена. То есть человек очень старался. Мы просто знаем, сколько трудов в это все вложено. Если показать какому-то человеку, который с этим не связан, он просто посмотрит красиво. А мы-то понимаем, что он уже не просто так, само по себе так красиво получается. Давайте дальше. Да, на самом деле, конечно, восхищает то, что мы работаем, мы не понимаем, сколько, что делают люди за кадром. А когда вот есть такая обратная связь, это, конечно, просто восхищает. Меня лично это очень как бы восхитило. Из Германии Гитана Миткина. Мы раньше переписывались. Часть работ шьет тоже для танцевания. По-моему, это очень такие красивые изделия шьют. Смотрите, да, три платья. Вот как выглядят три похожих платья из разной ткани. И насколько они разные. И настроение разное. По факту можно чуть-чуть научить, если даже чуть-чуть уже научиться шить, уже можно разнообразить свой гардероб. Рубашечка. Вот такая милая рубашечка. Батистова. А это вот первая работа, хотим отметить. Тоже вот девушка. Смотрите, какая красивая. А, шорты. Там ниже будет написано, что это курс по шортам. Ну, где-то там было. Нина Ерёмина. Село Каратабан. Да, и такие все изделия. А вот здесь вот смотрите, как раз такой фантазийный карманчик. Не просто платьишко, а вот такого карманчика у нас не было. Видите, как ретро, наверное, карманчик. Назад вот лесниоль. Вот здесь вот эта вышивка на спине. А вот смотрите, какая вышивка интересная. Смотрите, какая девушка с волосами. Вышивка, волосы такие какие-то там из ниточек сделаны. Ну, то есть очень радует, что вы еще и вкладываете душу, фантазию. Не просто там, а что-то раз и что-то все равно по-своему. Какая-то изюминка. Изюминка, да. Вот тоже, смотрите, как классно. И какая-то вышивка. Здесь много изюминок. И карманчик не просто отделан кружевом, а тут вот эта вот махрушечка, и тут махрушечка. И внизу, смотрите, тоже край как сделан. Просто какие-то вещи невероятные. Очень такое люблю рассматривать. А здесь вот розовые брючки и пояс такой с кошечками. Но так обрезали, как графика смотрится, как будто бы что-то нарисовали. А вот это хотела тоже. Понимаете, мы не можем остановиться, это невозможно. Всем привет. Я никогда не шила в декрете со вторым ребенком пришло вдохновение. Выпросила мужа. Выпросила машинки. Сшила старший фартук, платье на выпускной и костюм Деда Мороза. Теперь очень хочу сшить профессионально. Помимо онлайн-обучений хочется живых практик. Смотрите, это ж вообще удивительно. Костюм Деда Мороза, фарточки. Потрясающе просто. Моя работа натуральный шелк. Базовая основа 10 мирок. Не все подписывают. Кто, да? Да, кто. Тренируюсь пошить на ребенке. Тренируюсь. Отлично. Детские вещи. Вот здесь даже московский шов. Это вообще, да. Кто-то пишет, добрый день. Очень помогают мастер-классы по технологии, модной практике. Открывают свои секретики. И тут вот показан, как аккуратно обработан верлаком. А внучке Жене 8 лет. Эскиз из журнала. База по курсу построения базовой основы для детей до 30 размера. Пошила платьишко бабушка для маленькой Саши. Вот Саша тоже у нас попала в модной практике. О, а это Максим Прохоров, город Воронеж. Первый раз решил сшить пиджак по видео на YouTube-канале. Смотрите, такой оригинальный. Тут еще какой-то декор. Продвинутый прям так. Александр прям такой сложный пиджак. Ольга Пушкарева. Чуть не прочитала паук, что я ж удивилась. Кружевной костюм или платьишко. Ольга Гусева. Спасибо, что вы с нами все. Нина Еремина. А вот санаторий платья. Смотрите, такая великолепная фотография, всем напоминающая, что скоро лето и нужно обязательно постараться хотя бы, не знаю, на пару дней отдохнуть от суеты. Пошить платья санаторий и поехать отдохнуть. Татьяна Федоренко. Благодаря модным практикам видео. Пошила тоже себе наряды и гардеробы. Наряды для дочери. Тетина Маргарита Воронеж. Пошила столько нарядов. Я не знаю, какие вы девочки все молодцы. Обычно это здорово, когда хобби. Когда работа, в первую очередь одеваешь заказчиков. А когда хобби, мне кажется, вот хорошо тем детям, у кого это хобби, кто себе шьет, детям шьет. Ну понятно, мы, конечно, шьем себе много, потому что у нас ютуб-канал. Но когда не было ютуб-канала... Нет, про меня нельзя сказать, что я сапожник без сапог. Я даже когда после школы только умела шить, шила, у меня всегда были новые платья. То есть, ну все равно, когда много заказчиков, тогда сложно выкроить время себе что-то. Анастасия Комлева, Сыктывкар. Тоже чудесные платьюшки такие. Да, с тельнокройным рукавом. Брючки, такие фотографии чудесные из архива видно. И настроение такое чудесное у всех наших вещах. Заметьте, да? Да, но это же какая радость, когда ты вот что-то сделал. Галина Королева, тоже шикарная косуха. Косуха, да. Сейчас мы так всех вас и перечислим. Но если кого-то не перечислили... Не обижайтесь, да. Не обижайтесь. Шанина Надежда, Кузбасс. Тоже очень такая сложная вещь. Смотрите, какая сложная обработка. И подкладка вся простегнутая. И тут что-то съемное. И воротник съемный. Какая-то очень сложная вещь. Смотрите, это просто потрясающе. Столько труда нужно, чтобы такое сделать. И тапочки даже, смотрите, кто-то пошил. Ну вот это я так понимаю. Тут просто в телеграм не прям так очень удобно все смотреть. А вот это что? А это какой-то чехол, видите, под микроволновку в скатерти. Это ж вообще... Или кота нам хотели прислать. А это Миронова Наталья, город Рыбинск, стежку делала сама. А здесь вот гусиная лапка, такое прекрасное пальтишко. Там Миссони, из Миссони что-то из трикотажа. Это так, а ты уже провиснула. Да, здесь у нас такие трикотажные истории. Нина Елёмина, вот трикотажные такие приятные истории. Елена Бессонова, огромное вам спасибо за ваши работы. Особенно меня потрясло, как сооснователю канала Модные Практики Мама. Вот это невероятное платье. Мы здесь узнали остаток своей ткани маленькой, но просто такой малюсенький кусочек ткани, ткань с пайетками. Ну, мы думаем, что это наша, но у нас тоже такая была. И тут и шифончики, и так все это нарядно смотрится, и украшение на голове, смотрите, какое-то тоже нереальное. Очень-очень красиво. И прям вот, не знаю, и бантик, и нижняя юбочка, и средняя чуть повыше, и отлетная часть, и рукавчики. Такое красивое и вкусное сочетание цветов, что, ну, я была просто потрясена. Эта ткань я себе тоже оставила кусочек, может, сейчас что-нибудь похожее себе и сделаю. Но я думала, что как-то нужно комбинировать, разрезать. Но теперь город Тихвин, Тихвин, Ленинградская область, тоже прекрасный костюм. Может быть, так, конечно, на фото не видно, но еще раз напоминаем, что заходите в Телеграм, ищите Модные Практики, подписывайтесь и смотрите прям каждое фото детально. Юлия из Кемерово. Смотрите, какое прекрасное платьишко, тоже наряды видно, куда-то в свет вышли. Рояль, да, в театр или на концерт. Вот тоже чудесное летнее платьишко. Ну, все очень красиво. Вот брючки, да, однотонные, жакетик кружевной, внизу какой-нибудь топик, украшение. И как вот, как красиво все это смотрится. Костюм Шанель Михина Екатерина из желтого цвета. Это даже наша ткань, по-моему. Но очень похоже. Может быть, нет. Нет, не наши, да? Вот тоже джакет Шанель, юбка Шанель, очень красиво. Сумочка, белое платьишко из шитья. Сорокина Наталья Москва. Тоже очень хорошо себя приодела. Прям очень хорошо. Столько комплектов одежды. Прям чудесно. А вот это трое из ларца. Одинаковых с лица. Юля, Губанова. Курс «Идеальный сарафан». Три одинаковых сарафана на детей разных возрастов. Очень здорово. И вот тоже детки, видимо. Малышки пошли, да. Прекрасно, очень чудесно. Мне кажется, так здорово, когда наряжают детей. А вот курс «Стеганое пальто». Там было еще одно, это уже другое стеганое пальто. Это похоже на Краснодар. Да, это Паргалецкого. Вы, если в Краснодаре, приходите к нам в гости. Мы любим гостей. Моей свадебное платье. Да, свадебное платье. И в конце у нас много фотографий от снарской Татьяны. Она профессионал. Сейчас кое-что вам покажем. Ну давайте зачитаем. «Моей дорогой Ирине Михайловне посвящается. Вы в моем сердце навсегда люблю и помню вас безмерно и бездонно. Училась на модельера-конструктора-технолога швейных изделий. И дальше теории это никуда не ушло. И только открыв для себя систему 10 мерок, предо мной открылся мир портновского искусства. Простота и легкость конструирования и моделирования. Как же теперь просто провести и нужную линию, создать идеальный силуэт. Как просто и легко преподнести информацию, как грамотно. Уже как 5 лет я пользуюсь только этой системой. Каждый шаг знаю наизусть и все равно открываю методичку 10 мерок и следую шаг за шагом в построении базовой основы. С большой любовью и благодарностью ваш ученик». Ну, сказать нечего, да? Сказать нечего. Очень много красивых нарядов и свадебные платья. Но все равно, а вот даже если ты знаешь, как это сконструировать. Да, я тоже на дизайнера училась. Да, там расскажут, как должна идти линия, про пропорцию. Но как это сделать, это очень мало кто может. На практике, да, на практике, конечно, практика есть практика. У меня еще есть... Да, еще есть одна такая история. Как раз, когда случился у нас что? Когда мы не работали. Когда начался ковид, мы здесь с Ириной Михайловной... У нас много чего случилось, я не знаю, что именно вы имеете в виду. С Ириной Михайловной мы были здесь, работали, и постучался один молодой человек пробивать петли, звать его... Не помню, как его звать. Вот он недавно ко мне приходил и принес пальто. Два года прошло, да? Когда он принес пальто пробивать петли, да? Он говорит, я учился, я вот сейчас вот пошил пальто. Я так смотрю, вот что вы скажете? Я говорю, ну, я вспомнила свое первое изделие. Я говорю, ну, вообще, знаете, надо его распороть и перешить. Ну, он такой скромный такой, Виталик, сейчас вспомнила, Виталик. Он такой скромный, ну, как-то в очочках такой, весь такой интеллигентный мальчик, такой приятный. Но я вижу, там, ну, там, там все, ужас. Ну, что же мы будем брать? Ну, ну, как бы я сказала, что надо бы, конечно, распороть и перешить. Он говорит, да нет, давайте уже пройдем, пробьем петельки, и я уже пойду. Ну, думаю, ладно, пробила петельки, потом... А вот вы не знаете, вам не нужен здесь вот мастер. Ну, я же... Я говорю, вы знаете, подождите, сейчас я позвоню. Он мужское хотел еще, да? Он мужское, да. Позвонил, он, кстати, у нас недавно, как-то был на канале, мастерская номер один, Денис, он мужской мастер, очень отличный, шикарный, там все внутри, там, ну, не заглянуть, как фирменная вещь. Я ему звоню, говорю, Денис, а вам не нужен ученик? Он говорит, не хочу с ними даже связываться ничего, не хочу. Ну, я положила трубку, говорю, ну, нет, видите, ну, не могу вас пристроить никуда. Потом он через 15 минут перезвонит, говорит, знаешь, я подумал, ну, а почему бы и нет, давай, неси, вызови мне его сюда. Ну, в общем, отвела я его туда, через два года приходит, показывает, это же пальто, что он принес на днях позавчера, представляете, перешил полностью его, распорол. Я стою, улыбаюсь, и он такой, как всегда, интеллигентный, такой спокойный, да, такой равновешенный мальчик такой, и говорит, ну, а вот как вы сейчас вот скажете, как вот, вот посмотрите, я говорю, ну, все шикарно, ну, правда, там и ручной стежок, там, он говорит, ну, вот только те петли, которые вы мне пили, я же их распорол, и теперь у меня здесь дырочки, вы мне пробейте, у меня получился двубортный, новое пробейте, а это я попробую ручным сделать, ручную петельку, потому что мне так нравится ручной тру, так нравится. В общем, я была такая счастливая, когда я увидела это пальто перешитое, вы даже себе представить не можете. Это было, конечно, ну, здорово, что, ну, так получилось, что вот человек через два года, я говорю, ну, еще три года, и вы будете шикарным мастером. Вот, у меня прям появилась идея, что в следующий раз нужно делать не фото, актив, а именно, чтобы люди писали свои швейные истории, и потом прям попросим запустить такой, как сказать, актив, и потом в конце месяца зачитать самое интересное. Я думаю, у каждого есть какая-то такая история, ну, которая, может быть, изменила его жизнь, или там, ну, то есть какие-то, не знаю, знаковые вещи, может быть, как шитье повлияло, но у каждого своя история, но очень интересно было бы услышать. Я вас очень благодарю от всего нашего коллектива, что вы нас так порадовали, не знаю, то, что даже вот, ну, что прислали свои работы, что вы шьете, и мы представляем, как много людей еще не присылали свои работы, ну, что нас очень много, это только маленький-маленький процент, подписан на телеграм-канал, прочитал про этот актив, прислал свои работы, и мы, конечно, счастливы, мы прям, не знаю, я прям получила массу удовольствия от просмотра, спасибо вам большое, будьте вместе с нами, Света, может, что-нибудь еще хочу добавить. Спасибо вам большое, да, присылайте, будем рассматривать ваши работы, будем воодушевляться и от вас, и радоваться вместе с вами. Думаю, что на это мы можем, то я сейчас расплачусь, думаю, что на этой прекрасной, позитивной ноте мы можем с вами прощаться, всем прекрасных выходных, напоминаю, что вы были на канале Модные Практики, с вами была я, Паукшты Ольга, Светлана, и вся наша большая команда, Светлана Александровна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч, пока. До свидания.